Не из Китая, он дошел к нам из Италии, из Испании. Идея с панголинами, она сработала или панголины ни при чем, несчастные животные? Сейчас уже считается, что панголины ни при чем. Не, не все переболеют, но переболеют много. Когда это все закончится? Если бы не возникновение варианта Дельта, я думаю, что мы бы уже жили гораздо спокойнее. Добрый день. О пандемии COVID-19 разговариваем с вирусологом Сергеем Викторовичем Нетесовым. Сергей Викторович, добрый день. Здравствуйте. Наверное, начнем с ключевого вопроса, который интересует всех наших зрителей. Когда это все закончится? Вы знаете, конец этого будет тогда, когда у нас процент привитых людей, вообще имеющих иммунитет, будет железно больше 85%. Не раньше. То есть порог вот этого коллективного или стадного иммунитета, я вижу, в последние месяцы все время повышается. Раньше мы говорили что-то там о 60-ти, о 70-ти. Сейчас планка все больше и больше растет. С чем это связано? Это связано с тем, что, когда говорили про 60%, имели в виду уханьский вариант. В июле весь мир был уже охвачен, и Россия начала охвачиваться вариантом Дельта, у которого репродуктивное число в два раза больше, чем у этого варианта, и поэтому процент нужен больше. Так что, к сожалению, цифру приходится увеличивать. Некоторые эксперты говорят, что по заразности нынешний вариант Дельта сопоставим с ветрянкой, а значит, так или иначе переболеть придется всем. Это вот аксиома, либо кому-то удастся остаться незахваченным. Вы знаете, дело в том, что значительная часть людей по не очень пока понятным причинам болеет либо легко, либо почти бессимптомно вообще. Поэтому такая вероятность, конечно, есть, но вот особых таких вот железных закономерностей между генетическими особенностями человека и легкостью переживания этого заболевания, их пока что нет. Поэтому, ну все, не все переболеют, но переболеет много людей. И на самом деле, по оценкам, в России сейчас примерно у 45% людей в среднем есть антитела. Если непонятно, почему некоторые люди не болеют, то какие есть гипотезы, из-за чего это происходит? Особенность ДНК того или иного человека, либо это приобретенный иммунитет, как есть предположения от других вариантов коронавируса, которых в человеческой популяции насчитывается не один? Ну сейчас очень трудно владеть всей информацией, потому что иногда в месяц выходит тысяча статей. Но вот я две статьи, по крайней мере, такие нашел. Одна из них основана на свойствах фермента, каскада, действия интерферона. И этот фермент, если он может прикрепляться к мембране, то тогда заболевание проходит легко или почти бессимптомно. А вот если он не может этого делать, то тогда это велика вероятность такого заболевания средней тяжести или тяжелого. Так вот такая мутация есть примерно у 40% людей, но дело в том, что она не определяет одна вот эта. Есть еще что-то в геноме, что этому способствует. Второй момент. Все-таки есть четыре обычных коронавируса, и у них, в двух из них, есть небольшой антигенный перекрест с нынешним. И поэтому, если человек легко переболел вот таким вот обычным коронавирусом, то он тогда, судя по всему, легко переболевает третьим. То есть, по крайней мере, две такие зацепки есть, но их явно больше, и это изучается. Когда все только начиналось, в начале 2020 года, многие вирусологи говорили, коронавирус – это вещь, конечно, заразная, но не такая заразная, как грипп. Что с течением времени изменилось? Ну, вы знаете, когда эпидемия начинается, очень трудно что-либо оценить, потому что нужны надежные статистические данные. И надо сказать, что вирус поначалу распространялся действительно достаточно плавно и медленно. Ну и в России он вообще дошел, надо сказать, не из Китая, он дошел к нам из Италии, из Испании. Вот это удивительно, но факт, потому что мы очень быстро перекрыли границу с Китаем и прекратили полеты. А вот с Италией и Испанией никто ничего не перекрывал. А уже к марту стало ясно, что он, конечно же, намного опаснее, чем грипп и по смертности, и по репродуктивному числу. Для гриппа оно равно полтора, а вот для тогдашнего уханинского варианта это было два с половиной три. То есть уже было ясно, что он намного злее гриппа. Какие меры из тех, к которым стали прибегать с весны 2020 года, на ваш взгляд, доказали свою эффективность? Что работает? Перчатки, маски, локдаун, ограничения? Ну, во-первых, перчатки практически не работают. Это было практически ясно с самого начала. Я считаю, что это была такая, так сказать, просто попытка, которую надо было вначале испытать, а потом уже внедрять везде. Маски точно работают. Маски уменьшают проникновение вируса процентов на 70, не на 100 процентов, тем более, что она не плотно прилегает. Ну и, кроме того, надо сказать, что маски, на самом деле, все думают, что что-то такое коронавирус вытеснил грипп. На самом деле, маски нас спасли от эпидемии гриппа прошлой зимой, потому что они с гриппом справляются очень эффективно. Ну и, наконец, когда появилась вакцина, вот это, конечно, сильно уже уменьшило заболеваемость. И если бы не возникновение варианта Дельта, я думаю, что мы бы уже жили гораздо спокойнее, то сказать, и гораздо меньше было бы заболеваний. На начальном этапе пандемии многие ученые говорили о том, что коронавирус изменяется не так быстро, как грипп, но появление штамма Дельта показало, что все же достаточно быстро, и Дельта более летален. В перспективе есть ли вероятность того, что это заболевание не ослабеет, как многие надеются, а может стать даже, наоборот, более заразным и более агрессивным? Вы знаете, очень трудно найти такой путь эволюции для варианта Дельта, в котором он станет еще более агрессивным. По нескольким причинам. Во-первых, у него ключевая замена в сайте разрезания клеточной протеазы фурином. И сейчас этот сайт фактически достиг предела своей силы. Там уже дальше никакие изменения не могут что-то существенного к нему добавить. Второй момент есть. Конечно, там есть изменения антигенных свойств. Это в рецептор-связывающем домене и в левой части этого белка. Да, они реально снизили эффективность вакцин процентов на 10. Но ведь на 10 процентов, а не на 50. И изменения там, конечно, еще будут. В этом, так сказать, S-белке. Но я думаю, что самые радикальные изменения, они уже произошли. И вроде бы более сильного варианта уже не должно быть. Хотя его подварианты будут появляться. Они уже и сейчас появляются. При этом часто приходится слышать заявления, едва ли не аксиому, в том числе от вирусологов, о том, что любой вирус с течением времени должен ослабеть таков эволюционный отбор. А это правда или это некий такой научный миф? Вы знаете, это какое-то такое поверье, которое, вот я не знаю, почему его никак не могут искоренить. Вот смотрите сами. Было уже несколько десятков эпидемий, вызванных вирусом обола в Африке. И ни в одной из эпидемий он на самом деле не стал менее патогетным. Его просто искоренили. Просто путем изоляции, путем принятия строгих мер и так далее, и тому подобное. Так что я думаю, что это просто миф. И не надо на него покупаться. Статистика заболеваемости в России, не только в России, показывает, что в течение лета количество болеющих людей становится меньше. Значит ли это, что ковид это выраженная сезонная инфекция? И некоторые говорят, что лучше переболеть летом, переболеешь легче. Посмотрите, что получилось. Реально у нас к прошлому лету уже вирус циркулировал почти полтора года. И на самом деле значительная часть населения либо была иммунизирована, либо имела уже, так сказать, переболевание за плечами. И поэтому интенсивность стала спадать. Но когда появился вариант дельта, он появился в Европе в июне. У нас он появился тоже в конце июня, в начале июля. И вот тогда стало ясно, что вот он займет все вытеснение. Так что, понимаете, я думаю, что причина спада весной и летом, она была другая. Она была в том, что у нас появилась еще существенная прослойка людей. И заметьте, что тогда было репродуктивное число 2,5. А для варианта дельта оно 5,6 и некоторые даже говорят 7. Поэтому, так сказать, спад был закономерен из-за малого репродуктивного числа. А началась новая вспышка из-за того, что появился новый вариант. Одна из самых дискуссионных и дискутируемых тем – это происхождение COVID-19. С вашей точки зрения, расследования, которые были в последний год, они доказали, что COVID-19 – это естественный занос, который попал в человеческую популяцию, либо все не так просто? Все не так просто, потому что в нем есть два изменения. Одно из которых, очевидно, даже и, так сказать, людей, незнакомых с вирусологией. Потому что для того, чтобы такой вирус образовался, должна быть рекомбинация двух разных вирусов. Может ли она быть естественной? Один из партнеров такой рекомбинации фактически найден, и даже не один. В Лаосе, во Вьетнаме и в самом Китае. А второго партнера найти не могут до сих пор. Когда речь шла о первой атипичной пневмонии, а SARS вроде бы нашли цвет, через которых этот вирус пришел в человеческую популяцию. А идея с панголинами, она сработала? Или панголины ни при чем, несчастные животные? Сейчас уже считается, что панголины ни при чем, потому что они все-таки не являются источником коронавируса, который является вторым партнером для рекомендаций. А что касается пальмовых цветов, там все доказано на 100% было. И, в общем-то, там найдены не только пальмовые цветы, найдены еще и видные собаки и исходные летучие мыши, которые этот вирус несли в природе, они до сих пор его несут. Их до сих пор, так сказать, не искоренили. Сергей Викторович, если мы ставим под сомнение естественное происхождение COVID-19, то остаются по большому счету два основных варианта. Лабораторная утечка и вопрос в том, что это была естественная мутация, либо целенаправленная работа с геном вируса. В Китае. Или не в Китае? Вы знаете, с этим сейчас разбирается, во-первых, новая комиссия, созданная Всемирной организацией здравоохранения. А во-вторых, идет такой очень тщательный, правда не очень быстрый разбор полетов в самих Соединенных Штатах Америки, потому что так или иначе со стороны одной частной организации финансировалась совместная научная работа с Уханьским институтом вирусологии. И вот эта работа была направлена как раз на изучение природной эволюции и возможной искусственной эволюции коронавирусов. Когда возникла гипотеза искусственного происхождения COVID-19, были идеи о том, что необходимо создать некую, может быть, международную организацию, либо контролирующий орган, сродни МАГАТЭ, в ядерной энергетике, которая бы контролировала подобные исследования. Это сработает, либо вирусология, как бы не та область, где такой инструмент можно использовать? Вы знаете, в ядерной области все-таки достаточно легко это контролировать. Вы берете счетчик, и он у вас за определенные метры начинает считать. Здесь такого счетчика создать невозможно, и можно только брать пробы. Но кто бы и дал эти пробы, понимаете? Но речь о таком органе идет абсолютно точно. Я читаю внимательно соответствующие источники и прессы научные, и дискуссия идет очень серьезная, что действительно надо такую организацию создавать. В тех же Соединенных Штатах была попытка это сделать, но это до конца не было доведено. А вот сейчас, судя по всему, они это до конца доведут, потому что, по крайней мере, государственные, те гранты государственные, которые будут, будут абсолютно точно, жестко, совершенно контролироваться. Тем не менее, в вирусологии работы по изменению и усилению функциональности вирусов последние годы развивались достаточно активно. На ваш взгляд, следует ли эти работы поставить под какой-то дополнительный контроль, либо, в принципе, запретить подобный вид исследований, поскольку, ну, вакцины, может быть, мы и не получим, но новый агрессивный неприятный вирус в человеческую популяцию может прийти? Вы очень правильно поставили вопрос, и именно так сейчас речь, об этом сейчас речи идет, и фактически там есть две группы людей. Одни выступают за полный запрет такого рода исследования, а другие говорят о том, что он должен все-таки как-то контролироваться, и эксперименты, которые слишком опасны, не должны просто проводиться. Но заметьте, что это очень трудно контролировать, если особенно имеются частные такие большие организации, которые эти исследования могут проводить. Хотя вот сама широкая огласка опасности таких исследований, она, я думаю, должна сыграть положительную роль. Хотелось бы теперь поговорить немного об иммунной защите. В России собираются продлить сертификаты для переболевших людей. Понимаем ли мы, что уровень иммунной защиты людей, которые переболели естественным вирусом COVID-19 и вакцинированных людей примерно одинаков, либо это не так? Ну, по моему мнению, вот здесь я, так сказать, должен просто сказать, по моему мнению, да, на самом деле я считаю, что если этот уровень измеряется одними теми же единицами, то он вполне сопоставим, потому что главным иммуногеном является белок С. И этот же белок С является главным компонентом всех вакцин. Так что я думаю, что это вполне сопоставимо, но в то же время я считаю, что те люди, которые говорят, что вот якобы природный иммунитет от переболевания, он сильнее вакцинного, вот с этим я категорически не согласен, потому что все-таки доза, которую человек получает с вакциной этого белка, она во многих случаях больше, чем доля белка, которую получает человек, когда болеет. И это в том числе демонстрируется и величинами титров антител у тех и других людей. А есть ли некая планка титра антител, после которой мы можем сказать, что этот человек не заболеет ковидом, даже находясь в красной зоне? Вот сейчас как раз идет дискуссия на эту тему, потому что вышло уже с десяток статей, и в них цифры называются примерно разные, и там идет несколько градаций. Вот, например, есть такая-то величина, которая говорит о том, что человек, судя по всему, будет болеть легко. Есть какая-то величина, которая говорит о том, что он не будет болеть уханьским вариантом. Есть величина, когда он не будет болеть вариантом дельта. И это три таких пороговых цифры. Но они во всех этих статьях довольно существенно различаются, потому что, понимаете, еще все зависит от дозы вируса, который человек получает. Потому что вакцинация – это барьер. И этот барьер, огромная доза, может просто переплюнуть. Разные страны предложили разные варианты вакцин, которые созданы на различных платформах. Мир, в принципе, разделился на зоны, где используются в основном либо МРНК-вакцины, как Соединенные Штаты и Европа, либо Израиль, либо векторные вакцины типа тех, которые являются основными в России. Какие из платформ, на ваш взгляд, доказали свою эффективность и являются ли МРНК более эффективными, чем векторные вакцины? Вы знаете, по тем публикациям, которые есть, эффективность их примерно равна. У нашего спутника, по данным нескольких статей, она от 91,4% до 95%. Кстати, в Аргентине больше эффективность показана спутника, чем у нас. И у тех вакцин тоже на уровне 95%. Я лично считаю, что вот эти две платформы, они примерно одинаковые. При этом иноквирные вакцины показали, что у них эффективность существенно меньше, на 15-20%. Так что МРНК-вакцины и векторные – это наше все. Для тех, кто привился уже двумя дозами либо МРНК-вакцины, либо векторной вакцины типа «Спутник В», встает вопрос бустера третьей дозы. Через какое время? Полгода? На чем основана эта цифра? Во-первых, и нужно ли делать бустер той же вакциной, либо эффективнее будет использовать какую-то другую, для того, чтобы титр антител был выше? Исходя из имеющихся просто соображений теоретических, конечно, было бы лучше сделать ревакцинацию другой вакциной. Но это далеко не для всех доступно. Это первое. Второе. На самом деле уже реальный опыт показал, что ревакцинация и в случае Пфайзера, и в случае Модерны, и в случае «Спутника», она вообще, наоборот, проходит намного мягче, чем это была первая вакцинация. Так что это все можно делать. А то, про что сказал сначала Гинзбург, и это не было подкреплено публикациями, я лично сомневался, что полгода – это оптимальный срок, но теперь уже вышли публикации, и видно, что за полгода действительно титр довольно сильно падает. И от варианта «Дельта» это не спасает. Так что полгода – это уже практически обоснованный срок. Он, кстати, такой же обоснованный и у Пфайзера, потому что Израиль в начале сентября фактически узаконил третью вакцинацию Пфайзером, и они сертификат стали выдавать только после трех вакцинаций. Сергей Викторович, ситуация в России отличается тем, что есть люди, которые привелись, есть люди, которые официально переболели, то есть у них был положительный ПЦР-тест, и есть большое количество людей, может быть, миллионы или десятки миллионов, у которых есть антитела, поскольку они болели, что называется, неофициально. Но легальный статус через QR-код могут получить только первые две группы. Как вам кажется, люди с антителами должны ли иметь QR-код и быть легализованы в этом смысле, не стигматизированы? Я лично считаю, что такое возможно, тем более, что я как раз отношусь к этой категории. Я в конце ноября прошлого года легко переболел. У меня были титры, и я следил за титрами, я был добровольным, что ли, самофинансирующим себя, так сказать, испытуемым. Так вот, у меня в июне титры упали, и это фактически произошло, считайте, как раз через полгода. И я решил, что мне надо будет ревакцинироваться. Я уже знал превариант Дельта из великобританских данных и так далее. Я в августе ревакцинировался, и титры у меня выросли в 20 раз. Я лично считаю, что это очень полезное дело, и я теперь защищен от варианта Дельт, ну, по всем баллам, которые только есть. Но заметьте, что нельзя просто выдавать справку на основании того, что человек переболел, потому что нужны титры. Не просто сам факт переболевания, а нужны титры антител, потому что они хотя бы ориентировочно покажут, насколько этот человек защищен. Так что вот здесь предстоит работа специалистов, иммунологов, вирусологов с тем, чтобы, во-первых, определить, какими-то системами эти титры определять, во-вторых, какие должны быть значения. И только после этого надо принимать вот это решение. Но вообще я его считаю конструктивным. Сергей Викторович, тем не менее, в России, не только в России, достаточно сильны антивакцинные настроения. Чем вы это объясняете? Вы знаете, они сильны во всем мире, и вы не поверите, такое ощущение, что это какая-то скоординированная компания. Значит, источники этой компании, вообще говоря, начали проясняться. Понимаете? Вот я приведу простой пример. Есть такое заболевание гепатит B. Если оно хроническое у человека, то ему надо подлечиваться каждый год или раз в два года. На это уходят довольно приличные деньги, на российские деньги от 50 до 100 тысяч. И есть врачи, которые на этом живут. Понимаете? А если человек вакцинировался от гепатита B, самая дорогая вакцина стоит 6 тысяч. И все, он про нее забывает до конца своей жизни. Спрашивается, кто заинтересован? Интересанты есть. Причем аргументы, которые приводятся, ну они просто, понимаете, они вот, я бы сказал, мягкое слово для этих аргументов, это абсурдные аргументы. И самый абсурдный аргумент, когда говорят, нельзя вакцинировать, потому что идет эпидемия. Именно все эпидемии в последние 100 лет ликвидировали именно вакцинации. Ничем другим. Поэтому я считаю, что это просто, так сказать, одни люди от того, что они не понимают сути, вот это все пропагандируют. Другие пропагандируют антивакцинаторство из-за хайпа, а третьи сознательно это делают, потому что это их хлебушек. И тогда вопрос, вакцинация должна быть обязательной либо добровольной? Ну вы знаете, вот если вы подойдете к ребенку и скажете ему там 5 лет, вот пойдем поставим укольчик, как он будет реагировать? Если он не знает, что это укольчик, то может быть и согласится. Ну за три конфеты я уговаривал внучку, да, и нормально получалось. Я сказал, что это безопасно, если хочешь мне тоже поставят, то есть это можно. Но вот взрослого человека вот так не убедите, понимаете? Я в этой связи приведу одну аналогию. В 90-е годы я изредка ездил на такси, и почти все таксисты не пристегивались ремнями, говоря, что вот они знают случай, когда там человек не мог отстегнуться, и в машине там сгорел. А вот сейчас ездишь на такси, все пристегнутые, практически 90-е годы. Думаю, что произошел естественный отбор. Значит, обязательно. Я лично считаю, что все-таки мы еще не все сделали с помощью пропаганды. Я считаю, что сайт плохо организован, спутниквакцин.ком, и считаю, что вообще пропаганда велась какими-то совершенно неправильными методами. Иногда у вакцинируемых наблюдается легкий простудный симптом. Но какой легкий симптом, когда из тех же самых скотей ясно, что температурная реакция у 40% есть. И боль вместе инъекции. Я сам, так сказать, мне ввели когда, ну, поболела рука два дня. Ну и что такого особенно? Да кого это надо предупредить? А когда человек там читает легкий простудный симптом, а на деле у него рука болит, понимаете, он сразу начинает подозревать, что его обманывают. Поэтому нужна правдивая компания, которая должна сопровождаться надежными цифрами. Вот сколько людей сейчас болеет, да? Сколько из них вакцинировано, сколько нет. Это же очень убедительные цифры. Их надо применять. В качестве медикаментозного лечения «Большие надежды» в 2020 году вызывал ремдесивир. Потом оказалось, что не все так просто. Затем коктейли из антител. Сейчас появились новые препараты от Pfizer и Мерк. Как вам кажется, вот новые лекарства, они смогут остановить пандемию? Вы знаете, лекарства, они пандемию не остановят. Они просто позволят вылечить больных, которые могли умереть. И надо сказать, что вот эти два лекарства, они вообще говоря, по принципу действия, они аналогичны тем, которые применяются для лечения ВИЧ и гепатитов С. То есть это конкретные ингибиторы вирусных ферментов, которые не ингибируют ферменты, аналогичные человек-хозяин. Поэтому я думаю, что это жизнеспасательные препараты. Но еще раз говорю, они фактически тушат пожар. А вакцина, она предотвращает пожар. Потому что вот эти вещества, они подействуют на вирус, когда он уже порушил очень много в организме. Зачем нам рушить организм? Нам лучше профилактировать. Сергей Викторович, большое спасибо, что ответили на вопросы. Благодарю. Бренд Инфинити в этом году празднует свое 15-летие.